Приднестровский государственный музей ко дню города Бендеры готовился очень ответственно. Предполагалось встретить всех посетителей вне здания с акцией «Антитротуар». Но, к сожалению, погода подвела, поэтому акция состоится прямо в музее. Мы уверены, будет не менее интересно. Идемте посмотрим. Давно не была в гостях. Внутри уже вовсю готовились к приходу посетителей. Музей стал своеобразной площадкой, где можно было раскрыть себе таланты и заодно узнать много нового об искусстве. Самым маленьким волшебной мастерской предлагалось изобразить на бумаге архитектурные достопримечательности города Бендеры. А в сувенирной лавке слепить подарок из теста на память. Еще очень тоже интересное такое событие – это музейный квест. Потому что сегодня экскурсия обретает некую такую живинку и через загадочность привлекает к себе внимание. Это уже не просто менторское такое, иногда очень умное, но не всем интересное повествование о том, как, что, почему и зачем. А это в игровой форме преподносится то, что является очень интересным для изобразительного искусства. Музейные залы превратились в загадочный маршрут, на пути которого были спрятаны части картины. Дети вместе с родителями двигались по нему, отгадывая загадки, решая головоломки, одновременно открывая для себя что-то новое. Ответив правильно, участникам доставалась одна из частей пазла. И уже на последнем этапе, собрав все детали воедино, у них получилась картина «Урожай» – копия знаменитой версии художника Владимира Зюзина. Музейные залы Хотелось бы поблагодарить работников музея за организацию такого великолепного квеста. Это подарок нам, нашим детям, что можно с помощью, в игровой форме приобщить детей к искусству. Мне здесь нравится проводить досуг то, что можно посмотреть на разные новые картины, которые рисуют художники. В музее очень красиво, очень интересно все сделано, оформлено. В соседних залах можно было увидеть необыкновенный натюрморт в формате 3D в исполнении молодых студентов художественного училища. И заодно поучаствовать в народных играх, отображающих многонациональность нашей республики. Бесспорно нельзя было пройти мимо жемчужины музейной коллекции – уникальной подлинной работы знаменитого русского художника Ивана Яковлевича Билибина, написанной им в 1902 году. К 140-летию художника музей посвятил его творчеству целый выставочный блок иллюстраций русских народных сказок. Самой работе уже 114 лет. Это прекрасный акварель, буквально авторское здесь все. От композиции до паспарту чувствует и помнит руку замечательного художника, которого сами его друзья называли, так в шутку, Иван Железная Рука. За безупречную тонкую линию. Вот так красочно, активно, колоритно художественный музей отметил 608-ю годовщину города Бендеры. Это еще не все. В дальнейшем планируются новые выставки. И, конечно, каждую субботу музей ждет детей, их родителей для участия в давно полюбившемся проекте под названием «В музей всей семьей». Спасибо картины-галереям за то, что есть такая возможность не сидеть дома за компьютером с детьми, а поиграть в квестер, узнать многое интересное о картинах, о художниках. Узнать художников, посмотреть на картины. С днем города Бендеры! С днем города Бендеры! Я желаю всем бендерчанам, чтобы время привели хорошо и с праздником. Я бы хотел пожелать, чтобы, во-первых, город Бендеры процветал дальше, чтобы там появляются новые технологии. И жителям, чтобы все было нормально, у них не было никогда войны. Все. Все. Мне кажется, Ева хотела сказать, что она желает всем жителям города Бендеры счастья, здоровья, любви, процветания и благополучия каждой семье. Правда, Ева? Я желаю так. Да. Я желаю так.